Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня утром я уже была здесь в теплице, снимала видео о том, как правильно выстроить график подкормок и вообще обработок томатов. И говорила, что мне сейчас самое важное, это сделать подкормку для налива плодов, то есть мне нужен калий и фосфор. А чтобы не использовать фабричные удобрения, где мы можем взять калий? Конечно в золе. Зола у меня всегда, я заказываю всем родственникам из деревни, где не топят углем, всю золу мне привозят, я просеиваю сами, где, когда, но у меня очень мало золы. Все мы знаем, что зола это доступное, почти бесплатное, но очень высокоэффективное удобрение. Оно фосфорно-калийное вообще, но все-таки считается калийным, потому что калия там больше и фосфор потом придется добавлять в виде другого удобрения. Но также здесь и микроэлементы и все. Ну о пользе я не буду сильно распространяться, все знают, что зола очень полезная. Азота здесь нет, и если у кого-то нехватка азота, то можно вместо воды, я вот сделаю сейчас просто воду, золу и иод. Если у кого нехватка азота, то вместо воды можно сделать зеленое удобрение из травы и добавить туда золы. Вот это будет комплекс, там будет азот, калий и фосфор. Вот это кальцевое органическое удобрение, мне нужен именно калий, именно для налива плодов, потому что у меня уже завязалось очень много плодов. Это экологически чисто, безвредно. И вот я использую, раз уж я пришла поливать, то лишний раз хочу обработать грунт от грибковых заболеваний. Это профилактика для того, чтобы вот здесь, в приствольном круге, в грунте, где корни находятся наши, не возбудились какие-то грибки. Потому что у нас сырая погода, у нас пасмурно, когда солнце выжигает, грунт, все-таки оно обеззараживает. У нас сейчас солнышка совсем нет, я добавлю иод. Вот. Очень легко готовится все это. На ведро воды я высыпаю стакан золы. Зола, конечно, у меня просеянная, вся чистенькая, все. И сюда же добавлю 20, 25, 30. Все добавляют по-разному, можно до 40 капель. Когда я говорила, что не добавляйте много капель иода, это я говорила про опрыскивание и говорила именно для новичков. Почему? Потому что в прошлом году я сказала один рецепт с большой дозировкой, ну какого-то там вещества, не буду говорить какого. Одна девушка побежала, сразу же обработала, не учтя то, что уже 9 часов утра, то, что солнечная погода, то, что томаты в теплице и сожгла все листья. Поэтому, если вы опытный огородник, у вас есть свои рецепты, вы можете и 30, и 40 капель добавлять при опрыскивании. Вот при корневых вот таких обработках, я новичкам могу посоветовать и большее количество, например, 30-40 капель иода. Но если вы обрабатываете по листу, и если вы точно еще не знаете вот этих всех условий обработки, что нельзя в солнечную погоду, нельзя там, если в теплице жарко, может все это лист сгореть, то лучше дозу уменьшайте. Вот для удобства пользования иодом я беру шприц и капельки буду считать шприцем. Ой, что-то засорилось. Ну, у меня тут уже все отмерено, не буду вас затягивать. Я, короче, шприцем беру определенное количество, сколько мне надо, добавляю все. Вот эта подкормка элементарнейшая. Теперь под каждый куст томата, этим же стаканом, я беру один стакан и поливаю под корень. Можно под корень, можно вот так весь вот этот прикорневой грунт полить. Вот так, все. Итак, сейчас пойду по ряду, в каждую луночку, к каждому томатику, под один корень я вылью один стаканчик. Очень дешевая, но можно сказать вообще бесплатная, но очень эффективная подкормка. Во-первых, зола поможет томатам наливаться, сделает их крупнее, вкуснее. А иод, как всегда, как антисептик, продезинфицирует грунт под томатиком, чтобы он не заболел, чтобы он был здоровым. И вот в паре эти, как средства, или как средства, да, зола и иод, это моя первая подкормка и обработка. Совмещено от фитофторы и, ну как, для лучшего формирования плодов. Все, до свидания. У кого нет, кто хочет именно народными средствами, у кого нет, есть, как сказать, нелюбовь к фабричным удобрениям, пожалуйста, подкормка золой, очень хорошее, эффективное средство. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok